На сегодняшний день ситуация с забайкальцами, пострадавшими от летних наводнений, стабилизировалась. Все аварийные дома обследованы, вердикты вынесены. Оставшиеся без крыши над головой деньги получили. Кто-то купил новое жилье, кто-то до сих пор не определился. Есть и те, кто недоволен решением комиссии. Они продолжают отстаивать свою правду, но уже в судебном порядке. Вот у нас 11 домов сейчас в городе Шилка будет под ИЖС, люди согласились, то есть индивидуальное жилищное строительство. И строится сейчас пятиэтажка на два подъезда на 35 квартир. Там, правда, у нас не все 35 квартир уйдут под пострадавших от наводнения. Там еще у нас будут сироты и будут аварийники, которые в очереди стоят. Но и будет там, по-моему, 6 семей, если мне память не изменяет, вот как раз подтопленцы. Что касается зимних выходов грунтовых вод, тут борьба продолжается еще с конца октября. Пока единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получили 50 забайкальцев. И еще 97 человек ждут своих денег. А также 74 дома по всему району ждут заключения комиссии. В случае, если их дома признают непригодными, им также будут положены выплаты либо для капитального ремонта, либо на покупку нового жилья. Сейчас ждем, комиссия уехала, сейчас они готовят пакеты документов по каждому дому. Мы их получаем, отдаем людям, ну и, соответственно, будет тогда приниматься решение. Либо будут люди получать деньги на переселение, либо под капитальный ремонт. Вот такая вот работа идет. Без ответа не остался и вопрос о судьбе жителей Даманска. Напомним, во время подъема уровня воды в реке Кия поселок просто отрезало от других населенных пунктов. По злощастному Даманску, который вот тоже два раза попадал, и в СМИ проходит информация, что там мост снесли, значит, там все люди 100% получили деньги. Они все приобрели квартиры, ну, различные. Кто-то в Богомяково центральной усадьбе купил, кто-то в Шилке, кто-то там где-то еще. Поэтому не все еще переехали, они, вот, местный глава с ними встречался, они просто просят время, ну, надо людям собраться, как бы, вот. Ну, я думаю, что они все переедут. Поэтому, ну, как такового жилого микрорайона под названием «Народи Даманский» его просто не будет. По словам Сергея Воробьева, Шилкинский район научен горьким опытом и уже подготовился к возможному повторению летних паводков. Временные дамбы для защиты вдоль реки Кия возвели еще в начале этого года, но вся надежда на засушливое лето. Строительство капитальных сооружений от паводков запланировано только на следующий год. Григорий Анипер и Евгений Нафигов, РТК Забайкалье.